У тебя все получится. Это немного. Ты быстро ее преодолеешь. У тебя все в своих силах. Ты это сможешь сделать. Маргарите Егоровой 14 лет. Она ученица коррекционной школы номер 63. У девочки интеллектуальные нарушения, но это не мешает ей добиваться успеха в спорте. Маргарита занимается легкой атлетикой, а зимой бегает на лыжах. Поднажми чуть-чуть, поднажми, давай. Давай спокойно, дышим хорошо. Давай, еще чуть-чуть. К соревнованиям по лыжным гонкам девочка готовилась давно. Без волнения не обошлось, но Маргарите удалось собраться на старте. Приживала очень сильно. Думала, что не справлюсь. Посередине остановлюсь и не поеду больше. Оказывается, все смогла. Переборола себя. Хорошо выступила? Ну, по мне, вроде так, это лучше. Тренер Маргариты осталась довольна результатами своих спортсменов. Женщина называет их героями за преодоление как жизненных трудностей, так и километров на лыжне. Наши ребята с особенностями, поэтому им применить свои способности очень тяжело. И такие мероприятия для них хорошо способствуют их тренировкам. И они показывают, конечно, хорошие результаты. Им это очень нравится. Я считаю, что они большие герои. В соревновании на стадионе Гастелло участвовали люди с ограниченными возможностями из каждого района города. Среди лыжников были как юные спортсмены, так и пенсионеры. Всего на старт вышли около 50 человек. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. После финиширования спортсменов ждал горячий чай, а когда соревнование завершилось, их наградили памятными призами. Помимо основных наград, кубков, грамот и медалей, участников соревнований также ждут теплые призы. Это шапки и шарфы. Также спортивные игры и продовольственные наборы. Лыжные гонки среди инвалидов не могли провести несколько лет. Мероприятие подрывало и пандемия. Но ожидание старта только подогрело интерес спортсменов. Наконец, в начале 2021 года состязания все же состоялись. Лыжники смогли побороться на финише, отпраздновать победу и показать новые результаты. Дарья Балабыль, Даргареев, Столичное телевидение, Вся Уфа.